добрый вечер друзья вот и я к вам с вечерним вопросом зачитываю добрый день меня зовут михаил его тоже зовут я отдельно это отдельно мне 30 лет я хотел бы поделиться своей историей я живу в россии в тверской области население моего города 30 тысяч человек небольшой несколько месяцев назад я случайно нашел ваш ролик на ютюбе сша 44 69 как и какие были причины переезда да нет недавно был ролик да почему сша и меня очень зацепили ваши слова слова о том что невозможно жить в этой стране ну я так как не говорил так интерпретирует но я не хочу давать взятки я не хочу воровать я не хочу наживаться на горе людей около года назад один мой знакомый предложил мне работу заработок очень хороший если в двух словах нужно обманывать людей на квартиры я отказался от меня ушла девушка причина отсутствия денег я живу в комнате моя зарплата 300 долларов ей этого мало но история о другом посмотрев ваши ролики я понял что я не хочу жить в этой стране я другой я не хочу жить так как принято жить здесь и вот я решил уехать я поставил себе цель уехать через три года в сша но есть ряд проблем на мне кредит и не погасив его я не смогу уехать я принял решение скопить денег и поехать в москву так как там заработать и погасить кредит проще я начал учить английский очень хотел бы попросить вас может быть у кого-то из ваших знакомых есть такая же история как они с этим справились что помогло им не сдаться то есть о том как не сдаться вопрос ну что ж друзья давайте подойдем аналитически для начала я расскажу анекдот который так вот навеяло мне эта тема приходит парень молодой крови но и г требует я три месяца назад женился тот год так я помню же у нас синагоги отмечали что-то что-то не так он нет но она как бы все ничего но вы знаете вот это вот интимная часть вот это как-то дни не впечатляет но это как как это происходит ну как происходит я не знаю как я я на левом боку она на левом боку так как-то она так происходит тот говорит ты знаешь чего если ничего не менять так оно так и останется надо что-то делать давай знаешь что давай ты на правый бок и и она на правый бок и посмотрите как на правом кто-то мог говорит рыбе что такое говорите лицом к маме вот но я просто к чему рассказываю что если ничего не делать вот я возвращаюсь к теме которые молодой человек понял если ничего не делать то так и останешься значит с не выплаченным долгом с тремя стами долларов долларами зарплаты в каком-то небольшом городке там 30 тысяч населения в тверской области друзья если вы не были никогда в тверской области она гигантская она она абсолютно гигантская и и и там в общем найти так леса 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 такое место озеро селигер там кстати вот находится очень красивое место если кто не был очень советую сам все город тверь очаровательный такой старинный даунтаун очень красиво волга прелесть но он не живет в твери понимаете он живет в каком-то месте где 3 3 30 тысяч населения и девушка вот ушла и уже казалось бы он наверное не пьет понимаете то есть там где он живет там половина то вечно пьяный понимаете от него от трезвого ушла девушка это уже совсем плохо должно быть понимаете если же от трезвых уходим значит я предполагаю что трезвый мало ли что конечно как я из лучшего и скажу значит фигово правильно фигово живет в комнате то есть у него и жилья такого своего нет и хозяйства как бы нет а ему же тридцатник понимаете тридцатник он он ему некуда привести девушку вообще нет 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 возможности создать семейный очаг какой-то так далее поэтому конечно что-то надо делать то есть то что он нарвался на наш канал и на видео по иммиграции это частный случай такой то есть он мог бы например с тем же успехом послушать кого-то кто живет на чукотке или на камчатке или в там калининграде бывшем кенигсберге значит вот там и он рассказывал бы как здорово у них там что-то вот такое там где где рыбалка где там не знаю заработки где скважина нефтяная забила но я не знаю что и он бы прикинул на себя и сказал ну все лучше чем вот это правильно вот что касается взятки давать обманывать ну но есть люди не дают взятки ну и в общем то в основном люди не обманывают ну это еще возможность иметь обмануть пойти может быть они не потому обманывают что сильно честно и надо иметь возможность обмануть надо быть в таком положении чтобы можно было обмануть или не обмануть а так человек живет и он вроде честно это смысле что и обмануть то рад может обмануть да и как-то не получается я не утрирую немножко ну так гротесково значит его угнетает что как бы не пробиться то есть вот честно работаешь 300 долларов в месяц а значит а жульнич он не может взятки давать не может а за что его давай взятка даже не понял там если может гая остановит там правило нарушить с чего ему взятку давать за что я понимаю там человек хочет подряд строительные получить или он там хочет застроить чё-нибудь и а там строить не положено там а чего ему взятку просто так вот 300 долларов в месяц получает ему взятку надо давать я не знаю может быть ребят которые там живут может рядом там они подскажут или даже наоборот скажет ты даже не понимаешь там всюду надо взятку давать а вот хлеб купить взятку там молоко купить взятку я не знаю корову подавить взятку в общем я как бы очень хорошо понимаю и принимаю вот это состояние когда делать что-то надо да значит вот но но что конкретно делать это совершенно особый разговор то есть получается такая история если его переселить например из из такого места которое 30 тысяч населения там в такое место которое 30 тысяч населения скажем сша то глядишь все у него и наладится взятки давать не надо это правда здесь не надо взятки работа там но он не будет получать 300 долларов в месяц конечно но он же и расходы другие будет иметь то есть не исключено не исключено что очень многие проблемы решаться это правда но возникнут новые ему нужно будет говорить на английском языке ему нужно будет чем-то все равно привлекать там девушку но не эту так другую ну чем-то но поймать это и желательно там не нир не получать минимум в речь и тоже не жить в глухомане а жить в таком месте где есть возможности где можно развиваться ну что-то такое можно вот поэтому нужно но не обязательно конечно люди живут и в глухомане люди живут там в таких местах где в общем то там там лесопилка например или там обработать сельхозпродукции тоже нормально живут ничего страшного там не происходит но я не знаю чего бы он хотел у него семьи нет детей нет то есть он фактически как бы сам по себе вот так то есть его как бы его пробрала вот хочется перемен хочется перемен ягод не такой как тут все хочу уехать с кредитами вот расплачусь там и уеду начал английский учить а как уеду то я не понял значит вопрос то его состоит в чем хотел попросить значит нет ли каких-то людей знакомых у которых была какая-то история преодоления похожих обстоятельств дело в том что мой опыт такой да давайте так мой опыт наблюдения за очень большим количеством людей за тысячами людей которые попадают в эмиграцию такой что люди которые от чего-то бегут они может быть не обязательно у них все здорово получается не то что бегут вот это я не знаю от погромов или там от гражданской войны нет я имею ввиду бегут вот учет они в моготу вот гораздо гораздо интереснее получается у людей которые едут за чем-то в этом год я хочу вот это 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 и вот в той стороне есть об этой нет и дальше получается такая история если он себя неправильно сформулировал но как бы не точно не честно принял желаемое за действительно и пошло и поехало вот то он просто перевернется с левого бока на правый поймете да еще будет лицом к маме вот собственно и все и вот вот все перемены поэтому чтобы не не получились вот такие перемены надо надо в первую очередь ответить себе на вопрос чего я хочу а следующий вопрос когда когда вы говорите чего я хочу и становится понятно что это чего-то реализуется именно в америке а не допустим я не знаю москве или в твери или там санкт-петербурге вот дверь как раз стоит на пути поближе к москве конечно много но тем не менее так вот сел там на поезд и поехал там несколько часов петербург два стола часа москва значит а если скоростной там какой-нибудь ходит так и того быстрее значит может быть может быть просто куда-то вырваться из из маленького вот этого места где у тебя ничего нет кроме комнаты и и 300 долларов зарплаты может вполне оказаться что он в москве себя реализует ничуть не хуже чем чем в америке например я абсолютно этого не исключаю потому что его интерес соединенным штатам вызван просто случайным таким совпадением что он наткнулся на мое видео в тот момент когда говорил себе надо что-то делать вот поэтому иммиграция не курорт абсолютно не курорт это тяжелый труд он может быть очень радостным с первой секунды вы можете тяжело так напряженно трудиться и и радоваться потому что вы понимаете ради чего вы трудитесь вы самореализуетесь в этом труде и так далее то есть это совершенно не обязательно что там ничего делать не надо наоборот если вы что-то хотите добиться это большой труд но но делать совершать какой-то большой труд без того чтобы сказать себе что я хочу ради чего как да и самое главное к этому ко всему конечно это вопрос такой ну допустим он знает допустим он знает чего он хочет и он понял что это именно америка он там я не знаю что английский выучил как мог там хотя сейчас сейчас легко учиться до часто интернет есть столько и столько ресурсов только учись и что тут сказать но дальше нет ответа на вопрос как то есть вы конечно можете сказать и я я собственно тоже так говорил и последний раз мы со светланой кавкана беседовали тоже я вот говорю можно ли так сказать что вот все кто хотел все уехали в америку все до нее добрались и она говорит ну да в общем то да все кто хотел приехать легализоваться и подали все но надо хотеть понимаете хотеть это не то смысле что вот хотелось бы чтоб кто-то приехал и за тебя что-то сделал другой анекдот я вспоминаю как мужик знаете так он с перебою тяжело ему и вдруг так возникает такой голос знаете хрустальный и говорит а хочешь пивка я вида и друг раз у него в руке кружка пиво холодного шикарного и он и пьет это пиво и вдруг голос ему говорит хрустальный говорит а хочешь таран очки он вида и у него бах в другой руке у него таранка и он эту таранку с этим пивом отходит немножко так он полегчало и он говорит голос этого будет слушать а ты случайно не моя золотая рыбка а ведь нет я твоя белая горячка понимаете история такая поэтому ответ на вопрос как существенно быть если ты будешь я хочу уехать и вот ждешь что сейчас тебе придет тебя или рыбка золотая или белая горячка и тем или иным способом она как-то произойдет также тоже не будет поэтому даже даже люди мы знаем людей которые знают чего хотят они знают как что чего они там по 10 лет в эту лотерею играет выиграть не могут но еще раз когда мы говорим что каждый кто хотел сделал это нужно очень хотеть так как уже ванецкого там увидел туалет и добежал до него но нужно очень хотеть тот кто не очень хочет тот не очень получает так что я думаю что парень у нас самом начале пути который не исключено не исключено что приведет его именно к идее иммиграции хотя на сегодняшний момент я абсолютно не вижу как чем это обосновано вот прям уже вот так но все может быть то есть это какой то такой процесс с динамикой со своей внутренней я видел людей которые там на проводы ходили в то время когда мы уезжали на проводах там встречаешь там кого-то и там ведь я никогда там брат родной там уезжали я никогда у меня тут еще член партии там начальник все встречаешь его через три месяца на других проводах а он уже в подаче и он уже говорит не могу ни одного лишнего дня здесь оставаться понимать я такое видел своими глазами вот тут тут они прям живут недалеко от нас сан-франциско так что не знаю что дальше будет хочется чтобы парень как-то нашел себя потому что действительно жизнь-то идет вот уже 30 лет но очень здорово что он осознал что то что он осознал что так нельзя что так плохо надо что-то такое делать я видел людей которые не то что там девушка от него ушла я видел людей в эмиграции уже которые жену терялись которые прожили там и 5 и 8 и 10 и 12 лет про больше я не говорю ну тоже бывает не редко бывает но именно потому что не в состоянии были стать опорой жизни не в состоянии были не зарабатывать не морально поддержать не вести куда-то перспективы нет и так далее вот какой-то не на тянучки тягучки поймаете а женщина ну я не хочу упрощенно так уж совсем но все-таки женщина это мать женщина это хранительница очага женщине нужен надежный партнер в жизни который прикроет который создаст условия и детей детей же растить на понимаете то есть это абсолютно такой естественный природный процесс то есть женщина хочет видеть вас девушка хочет видеть вас опору защиту надежного человека достойного поэтому конечно надо что-то делать и очень здорово что очень здорово что мысль пришла в этом направлении а дальше дальше уже логика этого дела выведет человека туда где он должен был бы даже если ошибки будут по дороге это не имеет значения допустим но ну допустим взял вдруг приехал в америку и остался тут и все и легализовался но не поперла у него да ну так ё-моё ну пожалуйста он может вернуться обратно это не значит что он какой-то лузер он приобрел какой-то опыт он лучше понял чего ему надо да взял и вернулся это крайне редко бывает ну я не знаю один случай на тысячу вот но и у меня есть статистики на как балды говорю ну крайне крайне редко но но в конце концов это не значит что он лузер значит у него какая-то другая самореализация которая вот там лучше чем здесь здесь очень трудно с большим трудом приживаются люди искусства там и театральные киношные и музыканты и там и так далее трудно это особенно когда там что-то добился уже и потом в другую культуру попадаешь сложно а тут схвачено в общем все говорить опыт опыт дорогого стоит поэтому пожелаем парню удачи и до следующих наших встреч счастливо